В эфире телеканал Россия Большие Вести, в студии Татьяна Римзова. И Эрнест Мацкевич, здравствуйте. Срочные новости сегодня весь день приходят из Дебальцева. Донецкие и луганские ополченцы взяли под контроль большую часть города и уже заявляют, что уже в ближайшее время будут контролировать его полностью. Отчасти это признали и киевские силовики, отметив, что отступили с ряда позиций, что в населенном пункте идут уличные бои. В так называемом Дебальцевском котле окружены около 5000 украинских военных. Сейчас солдаты сдаются десятками, а по некоторым данным даже сотнями. Последнюю информацию из Дебальцева собрал Антон Лядов. Каждая улица на этой территории сейчас тоже под нашим контролем. Разбитые БТР и перевернутые бронемашины, брошенные танки. Украинские силовики сдаются целыми подразделениями. Снайперы, разведчики, наводчики. Всего в плену у ополченцев только за один день. Полторы сотни украинских военных. У тех, кто все еще прячется в окопах, заканчивается провизия. Возможности подвозить не иду. Ни боеприпасы украинским силовикам нет. Они находятся в полном окружении. Эти 9 бойцов военнослужащие спецназа 8-го отдельного полка. Командиры сказали, что никакого котла нет и бросили их в наступление. Я тебе скажу одну правду. В Минске, когда я сказал, что, ребята, у вас есть котел гибальцевский, мне устами одного из посланников Петра Порошенко сказали, что у нас котла нет в гибальцевом. Если кто там сидит на поездах, они нормально воюют, они нормально защищаются. Если вы сдадитесь, вы не будете жить. Ваш президент вас предал. Вы для него никто. Хоть у вас там 5 тысяч, хоть 50. Вы для Порошенко и кусок мяса. Бойцы элитной 101-й бригады генерального штаба. Командовал ими вот этот лейтенант. Несколько дней они охраняли блокпост без еды и боеприпасов. А потом решили сдаться. В основном котел нам ничего не доводили. Мало информации доводили. Теперь раненым пленным ополченцы оказывают первую помощь. У вас опять сегодня день рождения. Спецназ в их хренов. Накормить, напоить, нормально уложить спать. Мы всегда не поможем. И дать им теплую одежду. Под контролем ополчения сейчас находятся Никишино, Чернухино, Редкодуб, Полевое, Санжаровка. По всему периметру окружения возведены эшелонированные укрепрайоны. Это и есть тот самый Дебальцевский котел. Внутри сейчас находится около 6 тысяч украинских военных. Сегодня они пытались прорваться, но безуспешно. Киев делает вид, что окружения нет. Котла нету, потому что существуют коммуникации, которые мы держим. А вот что сообщают сами бойцы, которые находятся в окружении. Слова командира батальона Кривбаз Юрия Сеньковского, он сейчас на западе Дебальцева, цитирует местная пресса. Ситуация критическая и вопиющая. Ребята практически в полном окружении. Идут бои. Моральный дух падает из-за такого отношения. Нет подкрепления. Все сидят, смотрят, наблюдают, ждут конца батальона. Моральный дух ослабевает. Наш сын тоже под Дебальцева. Информация такая. Мы в окружении. Есть нам нечего. Пить нам нечего. Мы с луж пьем воду. Отстреливаться нам нечего. Дров у нас нечего. Сейчас под контролем бойцов самообороны 80% Дебальцева. Луганская и Донецкая народные республики, город освобождали вместе. Это их первая совместная операция. Бойцы ЛНР двигались с юго-востока, из Чернухина. В районе железнодорожных путей они встретили ополченцев Донецкой народной республики. После чего стали вместе продвигаться на запад. На данный момент уже заняты городской отдел милиции в районе улицы Советская и железнодорожный вокзал. Все происходит в рамках Минского соглашения. По Минскому соглашению мы стоим на границе, которая Дебальцева, это уже наш тыл. А в Минском соглашениях был определенный пункт. Все незаконные вооруженные формирования должны быть либо уничтожены, либо разоружены. В принципе, подписав этот документ, мы в рамках этого документа незаконное воинское формирование на своей территории разоружаем, либо уничтожаем. Кольцо очень плотное. Сейчас идут попытки прорыва со стороны Луганского, со стороны Вероновки по батальону атакуют. Это будут очередные украинские жертвы. Пробить кольцо они не смогут. У нас очень плотная, эшелонированная, уже выстроена оборона вокруг Дебальцевского котла. Котел замкнут, как говорится, на железный засов. Бои вспыхивают всякий раз, как только украинские военные пытаются силой вырваться из окружения. Ночью зашли сюда в Чернухину. Вот этот дом был целый. Туда вышли, там вообще все поразбитое. Танки ездили по нам, нас искали, осили. Вот сюда прямое попадание было. Такой же смертельной опасности могут подвергнуться и наблюдатели ОБСЕ. Как и президент Порошенко в Минске, так и украинские военные вводят наблюдателей в заблуждение. Мол, в Дебальцево тишина. Но на самом деле украинские военные стреляют, не разбирая. До тех пор, пока украинские войска не прекратят обстрелы населенных пунктов и дорог вокруг Дебальцево, никто не может гарантировать безопасность работы наблюдателей ОБСЕ в этом районе. Все, что необходимо сделать Киеву, отдать приказ окруженных Дебальцево группировки, прекратить стрельбу, сложить оружие, оставить технику и организованно выехать на территорию Украины. Дмитрий Иванов в 101-й бригаде воевал с декабря месяц, а теперь надеется, что в ближайшее время его обменяют на других военнопленных, и он вернется в родной Ивано-Франковск. Что бы ты хотел сказать своим командирам и своим сослуживцам в том числе? Сдалось ему добро вельно. А почему? Люди нас не поддерживают, мы не на своей земле. Гранату кинули в погреб. Это ужас. Кто? Кто? Бабе чуть руку не прострелили. Это ужас. Я вообще не знаю. Старый человек, женщина, 78 лет. Убили собаку, зашли, прострелили дверь, выбили дверь и все повыбивали. И уходя кинули гранату. А когда еще не в котле, Боже мой, жизни не было от них. Своими глазами видало, как вот это огненное пламя, пламя мимо окон пролетало. В освобожденных населенных пунктах местные жители вместе с ополченцами начинают восстанавливать дома. Первым делом меняют стекла в окнах. Однако большинство построек уже не восстановить. После регулярных обстрелов украинской армии от этого дома, например, осталось всего три стены. От этого и вовсе одна. Местные жители отчаянию не предаются. Поддерживают друг друга. И что поделалось? Не плачь, не плачь, не плачь. Желаем, чтобы побыстрее кончилось. Очень долго. Дни, когда украинская армия контролировала поселок, они вряд ли забудут. С сегодняшнего дня ополчение начало эвакуацию местных жителей из восточных районов Дебальцево. Для многих это будет первая за долгие месяцы ночь, проведенная не в подвале. По какому каналу будут показывать? Для детям Крамаду. По всем каналам. По всем каналам. Дети бы живы. Антон Лядов, Александр Кацуба, Илья Косторнов.